Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня поговорим о космосе, а в гостях у нас Андрей Муртазов, директор Астрономической обсерватории РГУ имени Сергея Есенина. Здравствуйте! Здравствуйте! А расскажите, какие интересные явления мы сможем увидеть в этом году? Ну, сейчас, если было бы хорошее небо, мы могли бы невооружённым глазом увидеть комету, которая направляется в восточную сторону в созвездии Персея. Комета видна невооружённым глазом, поэтому можно. Но больше в настоящий момент пока нет. В течение года будет несколько суперлуний, но это не астрономическое явление, поэтому как-то астрономы спокойно к этому относимся. Будет несколько затмений солнечных и лунных, но в нашей местности их не будет видно. А северное сияние в нашей местности сможем увидеть? Да, северное сияние в нашей местности периодически наблюдают при достаточно мощных вспышках на Солнце. И у нас есть один из ветеранов наблюдения северного сияния, Борис Дмитриев, который в 2000 году был школьником ещё, успел сфотографировать северное сияние под Рязани. Завёл сайт, и с тех пор он международно известен. Под день не только северного сияния, но и великолепные фотографии звёздного неба делает. И, в общем, занимается любительской страной. Но в городе, как я понимаю, увидеть это нельзя, потому что засвечено всё, да? Иногда, если очень мощное сияние, то, в общем-то, даже иногда в городе видно. Ну, не на площади Ленина, понятно. Куда нужно ехать и когда, чтобы посмотреть северное сияние? Ну, на любую окраину города, где поменьше фонарей только всего. А в месяца какие? Ну, тут не зависит от месяцов, зависит от солнечной активности. В настоящий момент солнце находится в минимуме активности, вспышек мало. Но иногда не случается. Вот если есть сообщение о мощной вспышке, то можно через, примерно, двое суток смотреть на небо. Если эти протоны, которые летят от Солнца, попадут к Земле, то тогда будет полярное сияние. То есть, где всю эту информацию мы можем отсмотреть? Ну, информацию в интернете всегда об этом пишут. Есть такой сайт, вот мы пользуемся, например, Astronet.ru называется. Вот в нём обычно вся новость указана. Вы говорите про солнечную активность, но, так я понимаю, в этом году Солнце не очень себя ярко будет вести. Ну, вот эти два года, прошлый этот год, Солнце находится в минимуме своего 11-летнего цикла активности. Поэтому пятен очень мало. О чём это говорит? То есть, о каких-то явлениях? Ну, это говорит о процессах на Солнце, которые идут периодично. Количество солнечных пятен, солнечной активности, как мы понимаем, изменяется раз в период в 11 лет. А магнитное поле Солнца инверсируется в период ровно в два раза больше, в 22 года. Те процессы, которые происходят внутри Солнца, отражаются на внешней его поверхности, если можно назвать это поверхностью, и активности внешней славы Солнца. То есть, вспышки в этом году маловероятны? Ну, они наверняка будут, но вероятность их по сравнению, допустим, с тем, что было пять лет назад, меньше. Вы много встречаетесь с коллегами, а какие явления значимые вы с ними обсуждаете? Ну, обсуждаю больше те явления, которыми сам занимаюсь. То есть, астероиды, кометы, метеорные потоки. Ну, тут за прошедшие пару лет интересные вещи проявились. В 17-м году американцы на Гавайях при помощи этого комплекса, который предназначен для открытия опасных астероидов, открыли астероид, который оказался межзвездным. Это первый межзвездный астероид, который обнаружен в Солнечной системе. То есть, он не вращается вокруг Солнца, он просто пронизал насквозь, как вот все пишут, Солнечную систему. Один астероид, среди всех, которые известны, вот такой межзвездный. А осенью прошлого года Геннадий Борисов, это известный совет, российский астроном-любитель и конструктор телескопов в Крымской обсерватории, открыл межзвездную комету. Так что теперь астрономы могут оперировать не только с астероидами кометами, которые принадлежат Солнечной системе, но уже появились такие, которые мы наблюдаем, пролетающие из межзвездного пространства. Вот я считаю, что в той области астрономии, которой я занимаюсь, это, наверное, самые значимые такие события, которые были. Еще какие-то новые тела открывали? Ну, новые тела открываются постоянно, при помощи уже теперь автоматической системы поиска опасных астероидов. Эта программа всемирная, все в ней участвуют, чуть-чуть участвуют российские астрономы, но нам, как обычно, не хватает хорошей аппаратуры. Поэтому астероиды кометы открываются постоянно. А что у вас в арсенале есть? Ну, что касается обсерватории Рязанского университета, у нас в арсенале метеорная камера, такая маленькая камера, которая стоит на треноге, соединена с компьютером, и компьютер, если прилетит в поле зрения метеор, компьютер его кладет в память. По этим наблюдениям мы определяем массы, скорости, направление, откуда пришли эти метеорные тела, концентрацию их в околоземном пространстве, риск для космонавтов от этих метеоров. И вот такие вот вещи, которые, в общем-то, исследуются на стыке астрономии и экологии околоземной пространства. То есть за опасными объектами вы наблюдаете? В общем, да. Находите? За всеми, но контролируем больше опасный объект. Конечно, находите. Куда-то передаете эту информацию? Да, мы являемся членами Международной метеорной организации. Значит, все данные поступают туда. Обработаны данные в виде уже наших статей, докладов на Международной конференции и в Институт астрономии Академии наук в Москву. Может быть, какими-то данными особенно гордитесь? Ну, мы в 2015 году, это была такая промежуточная статья, разработали модель метеороидного риска околоземного пространства, которая как раз помогает, ну, скажем так, астронавтам на орбите предсказывать опасные периоды, когда их мог бомбардировать метеоры. А как создавалось данное устройство и что оно собой представляет? Ну, данное устройство обычно чувствительное. ПЗС, ну, телекамера. Все. Вся астрономия теперь построена вот на ПЗС приемника. То есть, благодаря вам, получается, все остальные коллеги тоже могут это смотреть, да? Ну, это вообще, это вот камеры, ввиду того, что они дешевые и пользуются во всем мире. Поэтому мы не первые, конечно, не последние, но вот широкоугольные такие ПЗС наблюдения мы одни из первых провели, потому что больше с узкими полями работают, там какие-то конкретные отдельные вещи исследуют, а вот исследуют в таком глобальном плане. Астрономия появилась в школе. Каким образом проходят занятия? Ну, мы, конечно, не школа, мы обсерватория. Дети к нам ходили всегда, особенно интенсивные. Были занятия с детьми как раз в то время, когда астрономии не было в школе. Ну, вот где-то с 1995 года, с 1995 года по 2014 год, вот те дети, которые ходили к нам заниматься астрономией, абсолютно добровольно, абсолютно бесплатно для них. Но дети числились в Центре детского творчества, поэтому они были обеспечены поездками на разные детские конференции. А это очень важно для детей, общаться надо. В общем, наши юные астрономы за тот период завоевали различных призов, в том числе премии президента, премии губернатора Лизанской области, больше, чем все физики, математики вместе взятые. Мы всегда об этом говорим, всегда очень гордимся. Часть детей у нас уже доктора наук, не обязательно по астрономии, поступают куда угодно. И вот есть один доктор наук, он физик, сейчас будет защищать докторскую, парень, который работает вообще много лет в Женеве на коллайдере. Занимается вот таким вещами. Есть юристы, кандидаты наук, которые ходили к нам, и когда их встречаешь, они говорят, что вот, ну, я не пошел в астрономию или там физику. Но для моего мировоззрения вот эти занятия оказали очень большую и положительную роль. Вот такие вещи. Ну, последние два года астрономия в школе ведется, учителя, ну, я думаю, с энтузиазмом взялись за это дело, хотя тяжело. Вот 15 лет не велась астрономия в школе, пропали все методические пособия, ну, все-все-все. В общем, надо все восстанавливать заново. Плюс учителям надо самим учиться. Сейчас астрономия в школе тяжело отвлечься от физики, допустим, и заниматься астрономией. Но судя по тому, что последние два года на городских олимпиадах астрономических около 200 человек присутствует, то есть это энтузиазм учителей, которые начинают детей готовить. Пока нет успеха, ну, лет пять, я думаю, пройдет, и мы увидим уже успехи Рязанска. Ну, это, безусловно, положительные тенденции. Да, очень. На каких интересных конференциях уже были и куда планируете съездить? Ну, вот в прошлом году были две очень интересные конференции, которые проводили Институт космических исследований, Академия наука, Институт астрономии, Академия наука. Они касались как наблюдения искусственных спутников Земли, а это моя любовь, я всю молодость занимался наблюдением искусственных спутников Земли. И тело в околоземном пространстве, и астероидов, и метеороидов, и так далее. Затем была весьма интересная конференция в Саппоро, которую проводит Международное метеоритное общество. Мы умудрились представить тот доклад об оптических свойствах некоторых метеоритов, которые нам любители метеоритов привезли и дали возможность их исследовать. Вот такие вещи. Плюс пара конференций по странамическому образованию, которые проходят каждый год. Чаще всего в Ярославле. На базе центра Метерешкова. Но сейчас, я как понимаю, нам никакие большие объекты не угрожают. Нет. Все большие объекты, все опасные астероиды размером больше 100 метров известны. Их орбиты известны. И вы знаете, что каждую неделю идут сообщения. Вот рядом с Землей пролетел очередной опасный астероид. Но вероятность попадания очень низка и в ближайшие 100-200 лет нам это не грозит. Расскажите, как проходят олимпиады по астрономии? Ну, олимпиады по астрономии в Рязани проводились где-то начиная с 1962 года. Была станция наблюдения спутников. И в районе Дня космонавтики, в районе 19 апреля, всегда проводилась городская олимпиада по астрономии. Но она была такая самодеятельная. Первые официальные под эгидой Министерства образования олимпиады стали проводиться с 1994 года. Ну, могу похвалиться, я присутствовал на первой олимпиаде, такой всероссийской, в городе Ярославль она была. А в 1995 году, в год юбилея Рязани, проводили вторую олимпиаду у нас. С тех пор я единственный член жюри, который не пропустил ни одной всероссийской олимпиады по странам. В этом году олимпиада состоится в Ветеринбурге, конец марта, начало апреля. Наши ребята там, двое ребят, рязанских там должны быть. У себя мы проводим олимпиады, начиная, ну, сначала идут школьные олимпиады, потом городская олимпиада на базе металлического центра городского. Областная олимпиада по странам проводится на базе Дергоиния Есенина. И мы как раз и являемся жюри этой олимпиады. По ее результатам, те дети, которые набрали больше 50% возможных баллов, попадают на Всероссийскую олимпиаду. Вот в этом году двое ребят. Но это нормально. Но те ребята, которые захотят заниматься астрономией, могут прийти к вам, и занятия будут проводиться бесплатно? Да. Мы проводим занятия, и к нам ходят ребята, кто интересуется астрономией. Не обязательно, я не скажу, что мы вот целенаправленно готовим только к олимпиадам. Мы вообще занимаемся ребятами астрономией. Там кроме вопросов решения задач по астрономии, куча других очень интересных вещей, они занимаются всем у нас. А потом уже выбираются, что они хотят больше. Или просто наблюдать, или участвовать в олимпиадах, или делать доклады на конференциях. Или фотографироваться. Ну, а это все самое. Эту фотографию обязательно, конечно. О чем вы особенно гордитесь? И гордиться надо вообще историей всей с 1957 года станции наблюдения спутников, которая существовала на базе нашего университета, под эгидой Академии наук. Она до закрытия всех этих программ в 1994 году являлась одной из базовых станций Советского Союза. Под конец уже оставалось 4 станции наблюдения спутников, в том числе и мы. Конечно, мы гордимся вот этим, потому что основной наблюдательный материал, основной энтузиазм, тот, который был тогда, он зародился на базе той станции наблюдения спутников. И я, собственно, пришел мальчишкой туда, и дороже докторов наук. Вот. В настоящее время, конечно, тяжело. И с финансами, и со всем. Но мы гордимся тем, что в настоящих условиях мы все-таки нашли нишу. И мы ее одними из первых в стране разработали. Это ниша экологии околоземного пространства. И туда входят все вопросы, связанные вот с опасными астероидами, с метеорными потоками. И так далее, и так далее. То есть, эту нишу мы нашли, и в ней мы, в общем-то, на хорошем международном уровне, скажем так. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова